Пулково большое движение. На осенний смотр выехала снегоуборочная техника. Этот 9-метровый аппарат – голиаф среди спецмашин. Плужно-щеточная техника чистит взлетно-посадочные полосы. Их в воздушной гавани Петербурга две. И рулежные дорожки. С обычными правами к управлению не допустят. Нужны специальные разрешения. Влево. И потом дальше пошли в эту сторону. За рулем одного из желтых гигантов – Олег Сканченко. Машину чувствует кончиками пальцев. Он чистит аэродром уже 17-й год. Виртуозно управляет широким отвалом и мощной 9-метровой щеткой. Отвал убирает снег, когда большой он. Щетка уже подметает то, что осталось. Это отбрасывает за сторону. А сзади еще есть обдувка, которая обдувает остатки неубранного снега. И получается, это все убирается до бетонного покрытия. Только после этой процедуры на полосу можно разбрызгивать специальные реагенты. За это отвечает такая техника. Всего в парке Пулково более 100 уборочных машин. Тракторы, грейдеры, погрузчики. Где большие автомобили не могут проехать, помогает мелкая механизация. Есть строгие нормативы. Полосу и рулежные дорожки нужно убрать за один час. В прошлом году аэродромные службы Пулково установили рекорд. Вывезли миллион 400 тысяч кубометров снега. Это почти 30 тысяч самосвалов. Погода в аэропорту, говорят специалисты, очень капризная. Всему виной близость двух мощных водоемов. Ладожского озера и Финского залива. Температура зимой часто скачет через ноль. Заморозки и отепель могут сменять друг друга более 10 раз за сутки. От формирования циклона до начала выпадения осадков у нас может пройти буквально 20 минут. То есть все прогнозы долгосрочные, которые показывают нам, что погода будет хорошая и никаких фронтов у нас нет, может образоваться внутримассовый фронт, который через 20 минут начнет у нас выпадать. Поэтому все снегоуборщики в постоянной боевой готовности на круглосуточном дежурстве и машины для противообледенительной обработки. Их задача нанести специальный состав на крылья и хвостовое оперение самолета. Все для того, чтобы там не образовывалась наледь и не ухудшала аэродинамику лайнера. В ноябре в отряде спецтехники ждут нового бойца. В Пулково зимой будут тестировать отечественную снегоуборочную машину. По итогам работы в Петербурге производитель улучшит эксплуатационные характеристики машины и доработает образец. Владимир Орехов, Роман Чуй и Николай Шведов. Вести. Петербург.